И что у вас должно получаться принципиально? Где-то я еще буду показывать, но сейчас хочу, чтобы вы поняли сам принцип. Итак, вот вы взяли функции, и у вас ведете эту страницу, она у вас будет длинная и длинная. При этом вы должны хотеть, именно хотеть разобраться. То есть мы проходим уроки, вы описываете, что есть что, и везде код. Код, код, код. Код делаете с таким расчетом, который вы можете в любой момент, чтобы напомнить себе, скопировать и вставить в Remix.id или в VSTudia. Но в любом случае проверить и понять. Не все должно быть прописано. После работы с документацией у вас не должно быть проблем. При, допустим, вы поработали с спецификаторами видимости, например. Вот, пошли расписывать. Фанкшн, в зависимости от ключевого слова, спецификатор сообщает виртуальной машине, кто может видеть функцию. Понятно, что использовать. И после этого, после этого, у вас не должно быть проблем. То есть, когда мы открываем абсолютно любой код, то вы уже должны на лету считывать спецификатор видимости. То же касается и модификаторов. То, с чего надо начать. Мы с вами рассмотрим чистые view, самые основные, которые будем использовать. И, расписывая, вы также берете и в процессе прямо работы, это ваша основная работа, добавляете код. Старайтесь писать таким образом, чтобы документация была читаемая. То есть, как видите, допустим, модификаторы я выделил двумя решеточками. Тогда я могу открыть меню и посмотреть, напомнить себе. Ага, вот модификаторы. И так далее. То есть, вы постоянно работаете. Принцип такой. Объяснение, комментарий, код. Код, который вы можете проверить. Вы постоянно где-то увидели новое, поняли новое, вернулись, дописали. Это ваша основная работа. При этом, обратите внимание, всегда должны быть ссылки на официальную документацию. То, что вам позволяет понять документацию. Здесь работает абсолютно простой принцип. Код, который мы делаем в уроке, он нам понятен. Самое главное находить то, что мы делаем в уроке в документации и описывать своими словами. Когда мы знаем, где найти тот или иной код в документации, и так как мы делаем уроки, отталкиваемся и понимаем код, который пишем, нам становится понятно код документации. Сначала будет работать правило, что мы идем от нашего кода к коду документации, но со временем начнет работать и обратное. Просто посмотрел документацию и все понятно. Но принципиально, после такой работы у вас должно постоянно быть прирост. То есть кода, который относится к языку, в данном случае солидность непонятного, должно становиться меньше и меньше. Читаемого кода, который мы считаем на лету, становится больше и больше. Иными словами, вы зарубаете себе на носу. Видеоурок для вас это только начало работы. То есть после просмотра видеоурока вы начинаете работать с кодом. Кроме того, что вы его пока, вам он очень понятен, да, вы вместе со мной его проверяете в самой ИД, Ремикс, ВС-студия, где вам удобнее. Кроме этого, в смысловое место, к чему это будет относиться, вы обязательно записывайте. Это основная ваша работа. Записать, что обозначает тот или иной код, дать ссылку на документацию и дать свое объяснение отдельно, плюс объяснение в комментариях. То есть все, что касается кода, вы учитесь выражать словами. При этом обязательно учитывайте тот факт, что вы четко после этого понимаете, что это обозначает, как это называется, и убеждаетесь, что вы данную конструкцию считываете моментально. У вас не должно быть зависания ни секунды, у вас не должно быть вопроса, а что это. То есть мы просто открываем абсолютно любой код, и даже если паблик находится в типе данных адрес и вот в этой переменной, то мы уже должны четко знать, что это публичный адрес виден всем, то есть с любого контракта. И таким же макаром работаем со всеми остальными спецификаторами видимости. То есть уловили основную мысль, разобрались, мы с вами в уроке разобрались, отлично. Видео урок, который я вам дал, это для меня видео урок, для вас это только старт. То место, с которого вы начинаете свою основную работу. То есть после урока это вы начинаете делать то, я сейчас не буду повторяться, то, что мы называли, что части из этого используем, система работы с кодом, с сайта Django. И в курсе Django мы много работаем с документацией. Этот навык у вас есть. Далее вы начинаете, открываете свою документацию и начинаете ее заполнять. Основное условие, если мы, еще раз говорю, если мы нашли модификатор, то есть, опять же, я как Kotlin говорю, немножко неправильно, спецификатор здесь называется. Если область видимости, допустим, в Kotlin называется модификаторы, то тут они переименовали, это называют спецификаторы, а модификаторы это то, что изменяет функции. Вот как раз таки говорю, поэтому пишите. После того, как вы начинаете расписывать, допустим, спецификатор в данном случае, обязательно условие, что вы данный спецификатор четко понимаете, где быстро найти. В данном случае мы четко знаем, что его мы можем в спецификаторе найти, допустим, в шпаргалке. Нам здесь достаточная информация, чтобы написано. Каждый спецификатор, это я уже повторяюсь, либо любой другой кусок кода, модификатор, либо вообще что-то иное, должно для вас подтвердаться обязательно куском кода в вашем описании. Я еще пару моментов покажу, но уже дальше, ребята, тренируйтесь сами. Здесь надо только желание. Главным условием является, что абсолютно любое ключевое слово, оно должно сопровождаться куском кода. Описывается, само ключевое слово описывается обязательно в виде комментария в коде. Код делаем таким образом, это я только начал, таким образом, чтобы, еще раз повторяю, код можно было проверить, в любой момент скопировать и вставить, допустим, там VS или Remix ID и вспомнить, потому что далее будет более сложный код. В результате, когда вы будете работать над кодом, надо учесть следующие еще принципы. Мы постоянно работаем с кодом и даже просматривая свою документацию, следите за тем, что вы понимаете и считываете моментально. То есть, если вы идете, идете, раз, чистый, да, увидели, а вы его уже прошли, и вы не знаете, что это такое, или вы открываете другой код, это непорядок. Поэтому, описываем до тех пор, и таким образом, и столько кода пишем, пока четко не будет раз навсегда понятно, что я понял, что это делает, для чего это, каким образом это делает, как это влияет, на что это влияет. Все это будет в уроках, но просто я сказал, что для вас основной показатель это моментальное считывание с четким пониманием применения. Если вы будете делать так, как я вам говорю, и работать с системой кода в течение двух, трех, пяти, шести месяцев, то обязательно произойдет то, что вы начнете идти по улице, допустим, и ловить себя на том, что вы можете размышлять о своем коде. Почему? Потому что то, над чем вы работаете, оно начинает запоминаться, и вы действительно думаете, а может там изменить где-то. Это та мысль, когда вы начинаете действительно соображать кодом. То есть, с этого момента начинают происходить вроде бы какие-то чудеса. Ну, например, вы легко можете очень просто переключаться, открыть приложение Django и понять, где вы закончили, открыть приложение солидности и понять, где вы закончили, прочитать свои комментарии и сразу въехать в тему. Именно это и результат вот этой работы. В большинстве своем, что делают ребята? Смотрят уроки и пошли дальше. Иными словами, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Если через два часа у человека спросить, вот ты что-то смотрел, и даже ему рассказать, да, я смотрел там, и все, на этом закончится. Но если вы спросите, а ты можешь написать код, объяснить, что это такое, а найти это в документации, это вопросы должны вы себе сейчас задать. То есть, не надо делать так, просто открыл уроки и посмотрел. О, я молодец, за три дня посмотрел 40 уроков. Садись, дурак, трымай одинку. Это не надо так делать. Надо делать так, чтобы вы код, который прошли, уже считывали. Можем считать. После, как мы моментально считали код, мы четко понимаем, что перед нами, что оно делает, каким образом делает, с чем работает, где это находится в документации, как в документации это выражено. И описано вами, с куском кода. Еще некоторые общие рекомендации дам для работы. Итак, первое. Первые полгода вашего изучения языка вы должны работать в первую очередь над системой работы с кодом. То есть, иными словами, писать нашу документацию и кода, который непонятен, должно становиться меньше. Что категорически не рекомендуется. Если вы, допустим, просто смотрите видео. Ай, ну я посмотрю сегодня видео и ничего не буду писать. Лучше просто идите займитесь чем-то другим. Отдохните, иными словами. Сходите на рыбалку, погуляйте, поездите на велосипеде. Но категорически не рекомендуется работать после видео. Просто взял и посмотрел. А документацию вести не буду. Если вы не внесли что-то в свою документацию, какое-то новое понимание, то это все зря. Это все забудется. На что стоит обратить внимание? Что нельзя делать никогда? Нельзя, запомните, нельзя не работать с документацией. То есть, документация основа. Каждый день вы открываете документацию. Основное правило для вас, если мы сейчас, допустим, проходим спецификаторы видимости, мы сейчас на них будем останавливаться далее, то вы должны найти сходу их, знать, где они в документации. И забейте себе вот на носу, что я работаю, начиная с документации. Никто не против Google. Допустим, когда вы нашли документацию, вы можете уже посмотреть опыт других людей. Допустим, паблик в Solidity Example. Вы можете уже найти и что-то посмотреть в Google и так далее. Но отсчет идет от документации. То есть, что такое работа программиста? В первую очередь, работа программиста это работа с документацией. Если программист обходит документацию, то он, иными словами, не хочет делать свою работу. Ваша работа, как ученика, который изучает программирование, заключается в следующем, как я показал. Вы что делаете? Правильно. Пришли, открыли, я это уже не раз повторяю, посмотрели урок. Это для вас первый шаг. После этого для вас начинается ваша личная, индивидуальная, кропотливая работа по выполнению домашних заданий и по ведению своей документации по блокам, по пониманию языка. В данном случае мы взяли пример правильно, работы с функциями. и в результате у нас должна получиться целая страница, в которой будет о функциях все-все-все. Что еще ни в коем случае нельзя делать? Запомните, в программировании и это касается и новичка, человек должен знать, что и зачем я изучаю. Большинство ребят делают огромную ошибку. Какую? Они открывают книгу и что-то там читают. Зачем читаю? Кому читаю? Для кого читаю? Этот вопрос не стоит. Наверное, так надо. Кому надо? Уж точно не вам. Посему вот я для этого и пишу много разъяснительных видео. Допустим, мы с вами проходили предыдущий урок и что нам надо записать функции. А вот вы вспомните в предыдущий урок. Первое всегда, какой бы мы блок не проходили, у нас должно быть что? Абсолютно верно. У нас должно быть что и зачем. В предыдущем видео мы с вами уже определили 5 пунктов что нам надо делать с функцией. Считывание параметров. Абсолютно верно. Вы уже четко, по крайней мере, знаете, что вот это вот параметры и как они записываются. Потому что они превращаются потом в переменные, которые уже будут преследовать логику. то есть если мы считываем параметры мы уже понимаем что делать функции и что передавать функции. Ответ знаем зачем. Вызов функции. Абсолютно верно. Как только мы, если мы понимаем параметры и переменные, то мы можем легко вызвать функцию. исключения. С этим будем работать. То есть в первую очередь надо опираться на исключения, которые относятся к параметрам и к переменным. Далее вот допустим нас интересует уже изменяемость функции. То есть это то, что мы сейчас уже начали цеплять. и будем в дальнейших уроках проходить модификаторы. То есть то, что будет изменять состояние функции, потому что от этого зависит уже вся логика функции. Но мы себе уже я объяснял это и мы заранее себе это пометили. Вот в чем фишка. И как мы будем писать код это цена за газ. С этим мы еще ранее работали. Уже себе вели план что влияет на газ. Так как это были в принципе общие основные рекомендации. Я склоняюсь к тому, что вы работали из джанга. То есть вам понятно о чем я говорю. Но самое главное чтобы это видео не было зря отслеживайте такой факт который я повторял не раз в этом видео. И он заключается в следующем. Кода который вам понятен должно становиться больше. А кода который непонятен меньше. Если до этого мы уже более 30 уроков прошли структуру адрес прошли сопоставление то вот это все уже давно должно считываться. Мы с вами прошли массивы а сейчас нам все это будем логику собирать в функциях. Почему для вас для нас с вами самое главное сейчас изучить досконально функции то есть попытайтесь уловить сейчас мою мысль то есть когда мы твердо 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 понимаем то из чего состоит сама функция то есть ее составные части ну в данном случае допустим спецификаторы видимости и модификатор то когда мы все это будем четко понимать у нас мы легко это будем комментировать видеть в коде мы начнем это видеть везде в документации и тогда будет происходить нормальная работа но это не будет чудом что о я понимаю потому что когда мы далее допустим будем проходить функции то мы столкнемся с чем правильно изменение состояния функции то есть оно же от чего-то зависит именно от тех ключевых слов но вот эти измененные состояния если в данный момент для вас это просто просто некие записи которые вам непонятно то потом должны перейти в конкретные образы кодов которые можно проверить получить результат и допустим если мы уже с вами начали сталкиваться да view и чистое а в ближайшее время мы уже столкнемся и это мы уже начали с вами описывать да то в результате мы получаем конструкцию вот этих состояний которыми мы будем уже размышлять а мне надо пустая или не пустая а могу ли я изменять или не могу изменять то дальше все будет строиться логически просто почему потому что мы будем добавлять мы будем добавлять уже логику но эта логика будет пониматься именно на том на том на том что мы хотим сделать с функцией да и просто здесь по сути дела добавляются определенные вещи ну мы с вами ранее рассматривали допустим в данном сообщении рекуери мы тоже изучим да что это проверка дальше идут глобальные переменные самого блока то есть начинается программирование иными словами я хотел чтобы вы меня услышали вот эту основную мысль что принцип работы функций изменяемость неизменяемость модификаторы и так далее это должно быть описано прописано понято чтобы мы могли вот этими понятиями размышлять именно как понятиями которые мы можем описать описать конкретно состояние функции и понимать что происходит то есть уметь проверить код сделать логические выводы и увидеть тогда это называется программирование я повторял много много раз некоторые вещи поэтому надеюсь вы поняли делайте по методу майму на все пишем поэтому ваша основная работа писать я еще буду вам подсказывать что писать с таким подходом вы четко видите что программировать вы будете тут гадалки не ходи поэтому все получится ребята